Декабрь 1944 года. Создание первой Ай-400 наконец-то завершено. Пару месяцев спустя вторая субмарина готова к плаванию. Суперподлодка несёт три морских пикирующих бомбардировщика в ангаре длиной 31 метр. Пневматическая катапульта запускает самолёты даже при неспокойном море. С длиной в 121 метр Ай-400 является самой большой подлодкой на тот момент. И она также сильно вооружена. На кормовой палубе установлено 140-мм орудие, одно из самых больших, когда-либо устанавливавшихся на подлодку. Четыре зенитных орудия защищают большой корабль от атак с воздуха. А в носу размещено 8 торпедных аппаратов. Человека, возглавившего программу Ай-400, звали Тотсуносуки Аризуми. Он руководил атакой сверхмалых подводных лодок в Перл-Харборе. Экипаж отбирался из офицерской элиты, и с ним хорошо обращались. И хотя боевой дух экипажа высок, японское командование знает о реальном положении дел. США властвуют на Тихом океане, и Японии необходимо нанести мощный удар. В марте 1945-го адмирал Дзисабуро Озаава рассматривает идею использования сейранов для распыления биологического оружия на западном побережье Соединенных Штатов. Но месяц спустя рассудок берет верх. Генерал императорской армии Йосидзиро Умецу отказывается от использования биологического оружия, считая это преступлением против человечества. Вместо этого японцы ищут новую цель для своих совершенно секретных Ай-400. Панамский канал играл ключевую роль в перемещениях сил военно-морского флота между Атлантикой и Тихим океаном. Поэтому японцы хотели атаковать его. Если бы Япония смогла захватить канал, это остановило бы движение на месяцы и заставило бы союзников использовать гораздо более длинный маршрут вокруг мыса Горн. Морские стратеги приготовились к операции. План был примерно таким. Эта флотилия-субмарин, 4 подлодки с 10 самолетами на борту, пройдет длинный путь, соблюдая дистанцию. Пройдет длинный путь через Тихий океан, что-то около 15 тысяч километров. Затем они выйдут в точку запуска в районе Эквадора, примерно здесь. Затем они запускают свои самолеты, 6 штук, так быстро, как только смогут. После этого, чтобы совсем обескуражить противника, они летят в совсем другом направлении. Они пролетают над Колумбией. Затем резко поворачивают, внезапно пикируют на канал и атакуют его шлюзы на северном конце. Вот так была задумана эта операция. Для флотилии А-400 и их экипажей эта миссия будет крайне опасной. Сначала субмаринам придется пройти до Панамского канала по вражеским водам. К лету 1945 года почти весь Тихий океан контролировался американцами. И это значило, что будет сложно безопасно провести какой-либо корабль в район Панамского канала. Даже если подлодки успешно прибудут в пункт назначения, их цель — шлюзы «Гатун» на Панамском канале тщательно охраняются зенитными орудиями. Есть вариант сбросить бомбы с большой высоты. Но в этом присутствуют свои трудности. Эти шлюзы, эти стены были потрясающими конструкциями из железобетона до двух с половиной метров в толщину. Но с высоты четырех тысяч метров они выглядят не толще волоса. Шансы попасть в цель очень малы. Имея в распоряжении всего шесть самолетов с одной бомбой на борту у каждого, нельзя было ошибиться. Тогда они предложили радикальный план, чтобы гарантировать успех операции. К тому моменту почти все японские воздушные операции были операциями «Камикадзе», миссиями без возвращения. И по плану здесь должно было быть то же самое. Япония страдала в то время от нехватки ресурсов. И у некоторых из нас не было выбора, кроме как пойти в «Камикадзе». Я знаю, что это противоречиво. Некоторые люди против этого. Но, думаю, тогда у нас не было выбора. Мы знали, что можем не попасть по цели даже несколькими бомбами. Поэтому «Камикадзе» были нашим единственным шансом. В то время как экипаж А-400 готовился к своей миссии в Панамском канале, проект «Манхэттен» тоже готовил свою операцию. Комитет обсудил список возможных целей для их атомных бомб. Хиросима была одним из пяти рекомендованных городов. В то время как каждая страна пыталась ввести в действие свое секретное оружие, силы союзников высадились на остров Окинава, всего лишь в полутора тысячах километров от Токио. В ожесточенных боях, продолжавшихся 82 дня, Япония потеряла 100 тысяч убитыми, тысячи самолетов и кораблей были уничтожены. Американское вторжение в Японию кажется неизбежным. Вице-адмирал Азава снова меняет задание А-400. Новая цель — Атолл Улити. Он служит перевалочным пунктом для огромного американского флота, готовящегося к вторжению в Японию. Улити был удобной базой войск, что атаковали Окинаву. И, вероятно, для тех, которые были посланы для последнего сражения на суше. Их снабжение с этого Атолла также было возможно. На фото я видел несколько американских авианосцев. Генеральный штаб отдал приказ атаковать как можно больше из них. План был таков. Две суперподлодки А-400 и однотипные А-401, и две меньшие подлодки должны отплыть из Японии по отдельности. Затем встретятся в заранее условленном квадрате. На рассвете 17 августа шесть сайранов должны провести камикадзе-атаку. Чтобы увеличить шансы на успех, Арицуми приказал нанести на бомбардировщики американские опознавательные знаки, прямо нарушая законы и обычаи войны. Сами пилоты были против раскраски их самолётов в американские цвета. Они чувствовали, что это бесчестно, и были готовы умереть. Они знали, что не вернутся. Но операцию преследовали неудачи. На пути к улите одна из меньших подлодок была потоплена американским военным кораблем. Все 140 человек экипажа погибли. Это был знак того, что ожидала флот. Пытаясь избежать столкновений с кораблями противника, Арицуми решает пойти в обход и меняет место встречи. Но сообщение не было получено, и группа не вышла в точку сбора. В тот момент, когда Ай-400 и Ай-401 пытаются изменить план нападения, по радио приходят шокирующие новости. Америка применила своё секретное оружие против Японии. 6 августа атомная бомба уничтожила город Хиросима, убив по меньшей мере 80 тысяч человек. 9 августа вторая бомба упала на Нагасаки. До 40 тысяч погибших город лежит в руинах. Шесть дней спустя, 15 августа, Япония сдалась Соединённым Штатам. В своём радиообращении к народу император Хирохито призывал свою нацию вынести невыносимое и стерпеть нестерпимое. На следующий день, 16 августа, мы получили телеграмму, приказывающую прекратить огонь. Получив этот невероятный приказ, мы постепенно стали осознавать происходящее. После этого на борту начала разыгрываться самая настоящая драма. Нельзя было сдаться и при этом остаться в японском императорском флоте.